Четвертый форум гуманитарных наук «Великая степь» проходит в столице. Среди почетных гостей форума яркий политик, первый президент Монголии Пунсал Магин Учербат. Господин Учербат, добро пожаловать в нашу студию, добро пожаловать в Казахстан. Насколько известно, цель вашего визита – это участие в форуме гуманитарных наук. Скажите, насколько продуктивно прошли встречи и вообще важно ли начинать партнерство именно с науки, с культуры? Да, это очень интересная форма, которая проходит четвертый раз. Это, в общем-то, на основе высказывания первого президента Казахстана Нурсултана Абисюча Назрубаева «Семь сокровищ великих степей». Поэтому в реализации этого высказывания, мысли первого президента Казахстана, проводятся вот такие интересные деловые встречи, формы. Обмениваются мнениями ученых различных стран и останавливают истинную, правдивую историю наших стран, которые были в какой-то степени искажены вперед, ну, скажем, советской власти, советское время и так далее. Поэтому сейчас страны, ученые, следователи, как раз на основании своих объективных исследований обмениваются, высказываются, какие, значит, находки, какие мысли, что интересного, нового, и как они должны развивать на благо стран и народов, чтобы свое прошлое знали правдивую, и чтобы на основании этого будущее свое правильно определить и жить дружно в этом мире. Как вы думаете, вот какую, скажем, роль для дальнейшего продуктивного партнерства играет вот это осознание общего исторического прошлого? Вот мы знаем, что Казахстан и Монголия уже в добрососедских двусторонних отношениях на протяжении новейшей истории, и, скажем так, ну, и уже всем известное, как бы богатое наше общеисторическое прошлое. А вот какие вот шансы для будущего дает вот именно осознание, скажем, общей нашей истории именно тюркского мира? Ну, вообще, правильно. У нас у монгольского и казахского народа очень давние исторические дружбы. Хорошо мы друг к другу относимся, очень друг к другу уважаем. Это традиционные наши отношения, отношения наших народов. Что касается современных условий, значит, у нас есть огромные возможности сотрудничать на благо народу наших стран, на благо развития своей страны, но потенциалы у нас огромные. Но, к сожалению, мы не всю эту возможность используем. Не в полной мере, хотите сказать, используем? Не в полной мере, не в полной мере. А вот именно какие можете отрасли перечислить? Ну, вот, да, значит, у нас очень богато природные ресурсы. У Казахстана тоже, значит, очень природные ресурсы, полезные ископаемые, эти богатства достаточно, чтобы развивать экономику своей страны. Поэтому, вот у нас, скажем, ну, в советское время у нас с Казахстаном, с Монголией одинаковое примерно положение было. Вот, в отношении освоения урановых месторождений, скажем так. Ну, в настоящее время урановая промышленность Казахстана занимает передовое место, первое место в мире. Вот за этот, около 30 лет Казахстан в этой области достигли таких огромных успехов. А у нас, к сожалению, мы еще говорим, не достигли такого уровня, как Казахстан. Поэтому, у нас же ведь есть возможность развивать сотрудничество в этой области. Еще, значит, ну, Казахстан в области нефтяной промышленности очень тоже нормально, хорошо развивается. И у нас только-только начинается. То есть, вы хотите сказать, речь здесь идет в обмене опытом, кадрами, да, кадром потенциаля, технологиях. Может быть, ну, насколько известно, монгольские студенты обучаются в Казахстане. Может быть, эту практику стоит расширить? Обязательно, обязательно. Ну, тут надо обучать молодежь в тех специальностях, в которых нуждаемся мы и которые будут решать, ну, очень большое значение, иметь большое значение в развитии промышленности, скажем, урановых. Надо готовить молодежь, молодых специалистов, как раз, скажем, вот в этой области. И в области нефтяной промышленности, ну, золотодобывающей, перерабатывающей, значит, вот это тоже очень важные отрасли. Поэтому надо обучать людей, молодежь, как раз в этой области, здесь, в Казахстане. Я почему говорю о Казахстане, потому что, во-первых, Казахстан достигла очень высокого технологического уровня в этой области, так, и очень большая подготовка кадров, опыт, значит. Поэтому здесь, ну, близко к нам, значит, 30 летишек с Улан-Батра, и уже мы, значит, в Нур-Султане. И сравнительно с европейскими и западными странами не так дорого на обучение. Поэтому это во всех отношениях очень выгодно. Но мы с вами же ведь очень такие близкие, у нас с вами... Господин Улан-Батр, очень интересное интервью, так хотелось с вами побеседовать, но, к сожалению, время эфира ограничено. Я напомню, у нас в гостях был известный политик, первый президент Монголии, Пунсал Магин Учербат. Субтитры создавал DimaTorzok